Ученые КФУ завершили подготовку номинационного досье для включения астрономических обсерваторий Казанского Федерального Университета в список ЮНЕСКО. Работа велась под эгидой Республиканского фонда «Возрождение памятников истории и культуры Республики Татарстан» на протяжении двух лет. Подробнее в нашем сюжете. Сбор необходимых документов начался в конце 2019 года. Тогда в рамках форума «Астрономия и мировое наследие» была подготовлена заявка на включение обсерватории Казанского Федерального Университета в предварительный список всемирного наследия. А в декабре 2020 года университет получил письмо от имени директора Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильды Рослер, в котором сообщалось о включении астрономических обсерваторий в предварительный список. Казанская городская астрономическая обсерватория была построена в 1838 году на территории Императорского университета благодаря деятельной помощи ректора Николая Лобачевского. Именно здесь казанские ученые проводили систематические наблюдения астрономических явлений и сделали первое открытие. Фактическими создателями этой обсерватории являются два друга астронома – Дмитрий Дубяга и Василий Энгельгард. Последний выступил в роли мецената и подарил телескопы, научное оборудование и богатую библиотеку. В 2014 году на территории обсерватории по инициативе Ильшата Гафурова было проведено перезахоронение Энгельгарда, в котором принял участие и ментимер Шаймиев. На сегодня старинные телескопы обсерватории сохраняют полную функциональность, но сейчас выступают в роли музейных экспонатов и обучающего инвентаря для студентов и школьников. Мы могли бы республику спозиционировать в том плане, что мы используем это историческое наследие для того, чтобы образовывать школьников, новое поколение подрастающее. За время существования астрономической обсерватории ее структура, в общем, оставалась постоянной. Однако некоторые изменения все же имеются. Если в прошлом опорой для определения координат были звезды на небе, то сейчас их работу выполняют спутниковые системы. На крыше обсерватории имеется уникальное оборудование – опорная станция, которая непрерывно получает информацию о своем местоположении, будучи на связи с приемниками систем ГЛОМС-ГПС. Чуть в стороне от корпусов обсерватории возведен современный казанский планетарий. Его посещение обычно проводится отдельно от экскурсий в обсерваторию, и сюда поток посетителей выше. Подготовка номинационного досье – лишь малая часть большой работы. По включению астрономических обсерваторий Казанского университета в список всемирного наследия. Необходимо будет, соответственно, подготовить мастер-план этой территории, язык и ленецкий мастер-план, но геймплан, особенно территория астрономической обсерватории Индегарта. Ученые готовятся к проведению ряда круглых столов и научных конференций, что является обязательной частью этого процесса. Например, в текущем году пройдет международная конференция по вдающейся универсальной ценности астрономических обсерваторий КФУ, а также международный университетский форум, университеты и всемирные наследия. Помимо этого предстоит работа по популяризации объектов и информировании о них.